Заметки электрика В описании под видео, чтобы вы могли ознакомиться, вдруг кто еще не смотрел. Напомню, что согласно ГОСТ 5345 существует три стандартных типа время токовой характеристики. Б, С и Д. Но это как бы наиболее применяемые и распространенные характеристики, в особенности для бытового сектора. Сегодня же я решил немного отступить и рассмотреть нестандартную характеристику типа К. Упоминание о которой нет даже в нашем вышеупомянутом ГОСТе. И уже по традиции все это я буду показывать на реальном примере. Автоматическом выключателе производителя ABB серии С200 с номинальным током 10 А. Напомню, что тип время токовой характеристики всегда указывается на корпусе автомата в виде латинской буквы. И в нашем случае это буква К. Вот видите. Цифры после буквы обозначают величину номинального тока автомата. То есть 10 А. А далее нам нужно обратиться к двум зарубежным стандартам, в которых и есть указания по работе автоматов с рассыпителем типа К. Первый это международный европейский стандарт ЕК ЕН 6947-2. И второй это стандарт Германии ДИН ВДЕ 0660869 Part 1. То есть часть первая. Вот график время токовой характеристики типа К. Для автоматов номиналом от 0,5 до 63 А. Ну все аналогично. На графике показана зависимость времени отключения автоматического выключателя от протекающего через него тока. То есть ось Х у нас это кратность тока в цепи к номинальному току автомата. А ось Y это у нас это время срабатывания в секундах либо в минутах. График разделен у нас двумя линиями, которые и собственно определяют разброс времени срабатывания зон теплового и электромагнитного рассыпителей автомата. Верхняя линия теплового рассыпителя, вот она у нас, это холодное состояние автомата, то есть без предварительного пропускания тока через автомат. Нижняя линия теплового рассыпителя, это так сказать нагретое или горячее состояние автомата, то есть автомата, который только что был под нагрузкой или сразу после его же срабатывания. Кстати, здесь есть небольшой нюанс, может кто и заметил. Дело в том, что время токовой характеристики типа B, C и D отображают при температуре окружающей среды плюс 30 градусов. Здесь же график отображен при температуре окружающего воздуха 20 градусов Цельсия. И это нужно обязательно учитывать при эксплуатации и соответственно при прогрузке теплового рассыпителя автоматического выключателя. То есть при установке автоматов при значениях температуры отличных от наших опорных 20 градусов Цельсия или установке нескольких автоматических выключателей в ряд непосредственной близости друг от друга, следует учитывать поправочные коэффициенты снижения номинального тока. Например, у АББ в паспортах, формулярах, в руководствах имеются специальные таблицы для этого, где удобно можно определить поправочный коэффициент. Обо всем этом я уже неоднократно рассказывал вам, поэтому сейчас здесь повторяться не буду. Сейчас температура в помещении у нас составляет 25 градусов Цельсия. Согласно таблице при 20 градусах у нас автомат имеет номинал 10 А, при 30 градусах он имеет номинал 9,4 А и соответственно половина при 25 градусах это примерно у нас будет составлять номинал 9,7 А. Вот я распечатал здесь табличку одного из стандарта, вот он в VDE 1 VDE 0660 869 характеристики К. И вот по ней я вам сейчас и буду показывать, как собственно выглядят характеристики данного типа. На стандарт 0660 982, не обращайте внимания, здесь написано, что он уже с 1986 года не действует. Поэтому мы исключительно смотрим вот на вот эту вот часть таблицы. У каждого автомата есть такое понятие, как условный ток нерасцепления. И у стандартных характеристик B, C и D, как помните, он всегда составлял 1,13 от номинала. Здесь же, как вы видите, он немного меньше и составляет 1,05 от номинала. То есть при таком токе, согласно вот этой таблице, при таком токе автомат у нас не должен отключаться в течение двух часов. Вот, тут вверху указан этот ток нашего условного нерасцепления 1,05 от номинала. И вот это самая, тут самая дальняя точка нашего графика. То есть если провести прямую, вот так вот, таким образом, пересекается с этой линией, с нижней линией теплового рассыпителя примерно на значении 60 минут. А если учесть данные из таблицы, то от 60 до 120 минут, куда-то там выше бесконечности. Таким образом, при прохождении через наш рассматриваемый автомат, тока 1,05 от номинала, то есть 10,18 А, его тепловой рассыпитель не должен сработать в течение двух часов. Но проверку автомата на ток условного нерасцепления я проводить не буду, так как это занимает достаточно длительное время. Лучше перейдем к более интересным проверкам. А далее у нас идет проверка теплового рассыпителя при токе 1,2 от номинального. Ну здесь же напомню вам, что стандартный характеристик B, C и D проверяет тепловой рассыпитель током 1,45 от номинального. Он же и является условным током рассыпления автомата. Здесь же он немного меньше и составляет всего 1,2 от номинала. При таком токе автомат отключится за время не более двух часов. Но опять-таки здесь я нашел некоторые отклонения в значениях. Поясню. Вот это у меня сделана, распечатана таблица из оригинального руководства, то есть на английском языке, то есть без перевода на русский язык. И здесь указано значение не более двух часов. А в русско-переведенных изданиях почему-то конфигурируют значение не более одного часа. Вот при этом же значении. Я вам сейчас покажу. Вот у нас также характеристика K. Вот наши два стандарта. Один уже не действующий. И вот про которые два я говорил. Здесь 1,05 от номинала более двух часов. А вот при токе 1,2 от номинала получается не два часа, а не более одного часа. Вот такое вот есть несоответствие. То ли ошибка в переводе, то ли еще что-либо. Не знаю. Но если здесь посмотреть внимательно, около двух часов есть такая вот циферка с ноской. И здесь имеется такая фраза. Это дело, наверное, можно скорее всего перевести следующим образом. Начиная с рабочей температуры теплового рассыпителя, он должен отключиться за время более одного часа. Или в зависимости от обстоятельств, кое может являться холодное состояние автомата. То есть два часа, а не более двух часов. Вот наша точка И2. 1,2. Ее также всегда обычно отображают на графике времеотоковой характеристики. Для наглядности вот эту линию я провел. И она пересекает график в двух точках зоны теплового рассыпителя. Это нижнюю линию в точке примерно в районе двух минут. Ну а верхняя у нас уходит в точку 60-120 минут. При таком токе 1,2 номинального автомат может не отключаться в течение часа-двух. Ну в зависимости от состояния. Холодное из холодного состояния изначально был или из нагретого. Но судя по вот этой вот линии, вот наша точка пересечения. Две там с небольшим, две с половиной минуты. Ну а для нашего случая, с учетом поправочного коэффициента, это будет ток 11,64 ампера. Вот навел ток 11,6. Буду немножко корректировать. 11,64 у нас, если быть точным. И время у нас пошло. Автомат у нас включен. Прошло уже 240 секунд. Это порядка 4 минут. Ток 11,68. Автомат у нас еще не сработал, естественно. Здесь, наверное, все-таки не будем ждать. Потому что это тоже может быть по времени быть очень и очень долго. То есть, может быть, отключится автомат и через час, может отключиться и через полтора часа, и до двух часов может он не отключаться. И, соответственно, нижняя точка, это у нас две с половиной минуты, но это из нагретого состояния. В самой таблице, там эта точка как бы никак не оговорена. То есть, она может быть, в принципе, иметь любое время. И это будет в пределах данной время токовой характеристики. Поэтому давайте перейдем к более интересным замерам, более интересным проверкам. А далее у нас будет проверка теплового расцепителя при токе полтора от номинального. То есть, согласно стандартов, при таком токе тепловой расцепитель автомата должен сработать за время не более двух минут. Вот наша точка полтора. Вот у нас идет линия. И наше значение находится, наша точка находится вот здесь. То есть, две минуты. И попадает примерно в центр разброса теплового характеристик теплового расцепителя. То есть, верх у нас ограничен не более двух минут, а нижнее значение, если ссылаться вот на эту линию, то будет примерно 25 секунд, если он будет нагретый. Из холодного состояния не более двух минут. Для нашего случая, это у нас будет ток 14,55. И наш автомат должен отключиться за время не более двух минут. Смотрим. Итак, включаю. 14,66, 14. Ну, чуть-чуть побольше дал, ничего страшного. Смотрим. Только-только отключил камеру и произошло срабатывание. При токе 14,69, время 26,63 секунды. Вот наш автомат сработал. Автомат взводим. И поехали. Ток ровно 14,55. Оп. 14,51, время 26,74. Автомат у нас сработал. Отлично. Это время вполне соответствует стандартам. И время токовой характеристики, соответственно. Идем далее. Проверка теплового расцепителя при 6-ти кратном токе от номинального. Согласно этих же стандартов, при таком токе автомат должен отключиться за время более 2 секунд. То есть здесь конкретно определено минимальное значение 2 секунды. Больше может отключиться, там за 5, за 6, там сколько секунд. Но не меньше 2 секунд. Вот это наша точка 6-ти кратный ток. Здесь у нас где-то 2 секунды. Вот средний диапазон дан. Вот 2 секунды где-то вот здесь вот она. Как видите, опять-таки эта точка попадает в середину диапазона нашего теплового расцепителя. Так, для нашего примера с учетом поправочных коэффициентов, это будет ток 58,2 ампера. Так, включаем автомат. Навел ток примерно 58,2. Поехали. 57,32. Время 1,03. Расцепитель немножко у нас остыл. Поехали. Автомат отключился. Время 1 секунда. 1,005. Ток 57,1. Здесь у нас полученное значение немножко отклоняется от требований стандартно. Но, тем не менее, оно у нас попадает в диапазон теплового расцепителя. То есть, точка у нас примерно вот где-то вот здесь вот находится. Тепловой расцепитель мы проверили. Переходим к электромагнитному. Итак, что же здесь? Согласно стандарту, если через автоматический выключатель будет проходить ток, равный 8-кратному току от номинального, то он должен отключиться за время более 0,2 секунд. Вот 8-кратный ток. Более 0,2 секунд. То есть, срабатывание должно происходить вот отсюда, от этой точки и выше. Для нашего примера, с учетом коэффициентов, этот ток должен быть 77,6 ампера. И автомат должен отключиться за время не менее 0,2 секунды. Поехали. Оп, автомат отключился. Ток 74,34. Ну, чуть-чуть побольше сделаем. Время 610 миллисекунд. Или 0,6 секунды. Что соответствует. Еще пробуем. Поехали. Автомат отключился. Ток 76,05. Время 531,2. Поехали. Оп. Ток. Автомат отключился. Ток 77,29. 524 миллисекунд. Здесь нареканий нет. Вот при 8-кратном токе наша точка находилась примерно вот в этой области. Итак, проверка электромагнитного рассыпителя при токе 12-кратному. Согласно этих же стандартов, если через автоматический выключатель будет проходить ток, равный 12-кратному его номинальному току, то он должен отключиться за время уже не более 0,2 секунд, а менее 0,2 секунд. То есть для нашего примера автомат с номинальным током 10 ампер при токе 116,4 ампера с учетом коэффициентов должен отключиться за время менее 0,2 секунд. Вот наша точка 12-кратный, вот предел срабатывания по времени электромагнитного рассыпителя. И нам здесь задана вот эта точка. То есть выше этой точки по времени нам уже нельзя уходить. Должно быть меньше 0,2 секунд. Поехали! Оп! Автомат сработал. Ток 116,3 ровненько. Время 29,5 миллисекунд. Вполне себе уложились по времени. Это 0,029 секунды получилось. Давайте еще раз. Поехали! Оп! 116,8, 58 миллисекунд. Как-то подольше немножко сработал. Но все равно это 0,05 получается по времени секунд, что вполне удовлетворяет. Так, ну давайте здесь поиграемся немножко. Отключился. 116,5, время 58,1. При 12-кратном токе у нас время где-то составляло 0,02-0,05. Вот где-то вот в этом диапазоне. Вот здесь. Что вполне соответствует требованиям стандартов. И здесь в очередной раз я заметил некоторые отличия между непереведенной версией и переведенной на русский язык. А именно в кратностях электромагнитного рассыпителя. Вот здесь у нас были пределы 8-кратные и 12-кратные значения требования по времени. А у переведенного руководства указан предел уже не 8-12, а 10-14. Сейчас я вам покажу. Здесь 8-12, а здесь 10-14. Это вот характеристика К, которую мы и смотрим. Также мне достаточно часто по характеристике К попадаются в различных руководствах, формулярах, нередко диапазоны и вовсе от 8 до 14. Ну, сразу скажу так, что верю я больше именно оригинальному руководству. И кратности 8-12. И это вполне себе подтверждается надписью на самом автоматическом выключателе. На корпусе у него как раз таки и указана кратность 12. Вот, 12-кратный от номинала. Видите, циферку. Просто, кстати, тут интересно, если при 8-кратном токе мы еще укладывались в значение больше 0,2 секунд. Там у нас получалось 0,5-0,6 секунд. То уложимся ли мы при 10-кратном токе вот в это значение или нет? Давайте попробуем. Наводим ток 97 А. Это 10-кратный ток от нашего номинального тока автомата с учетом коэффициентов. Нам нужно уложиться во время более 0,2 секунд. Отключился автомат. Ток 96-99 и время 0,2. 0,202. То есть почти на грани. Почти на грани. Давайте еще раз. Ну, видите, если ток дадим чуть-чуть больше, 97-73, то мы выбиваемся из времени. То есть это 0,18 секунд получается. А нам нужно больше 0,2 секунд. Давайте еще разочек. 97,3, время 0,215. Ну, в принципе, по большому счету, при 10-кратном токе тоже мы укладываемся в значение более 0,2 секунд. Так, ну, здесь разобрались. Что касаемо кратности 14. Ну, коль мы здесь уже уложились при 12-кратном токе в значение меньше 0,2 секунд, то при 14-кратном и подавно. Для нашего случая это ток 135,8. И поехали. Отключился ток 138 А. Время 8,5 миллисекунд. Отлично. Еще разочек. Оп. 139 А, время 8,4 миллисекунды. Отлично. Еще разочек. 137 А, время 8,6 миллисекунд. Замечательно. Из переведенного на русский язык каталогов, там, паспортов. Вот характеристика К. Здесь вот такие указаны кратности 10 и 14. Ну, согласно требованию, даже ссылаясь на эти кратности, автомат удовлетворяет требованиям стандартов. Для чего вообще может понадобиться такая характеристика К? А, помните, да, характеристика у нас С это 5-кратный, 10-кратный ток. Вот здесь вот уже начинается срабатывание. А Д, 20-кратный ток. 10-кратный, 20-кратный. Это где-то между, получается, 8-12. Но, опять-таки, они отличаются несколько по углу наклона самой кривой теплового рассыпителя. И, в принципе, в определенных ситуациях, в определенных условиях ее применение может быть вполне обоснованным. Ну, как вы, наверное, уже заметили, когда я рассказывал про характеристику К, здесь же, в этих же стандартах, идет пояснение и про характеристику Z. Это, по сути, та же характеристика К. Видите? 1,05-кратности больше 2 часов. Потом 1,2-кратность меньше 2 часов. 1,2-меньше 2 часов. 1,5-меньше 2 минут. 1,5-меньше 2 минут. Но у них разница заключается лишь в диапазонах срабатывания электромагнитного рассыпителя. То есть здесь у нас был диапазон от 8 до 12-кратного, а здесь от 2 до 3-х. И требования по времени, соответственно, одинаковые. По сути, мы получаем ту же характеристику К, у которой просто электромагнитный рассыпитель работает уже вот в этих пределах. 2-х, 3-х, кратный. Вот здесь и здесь. И, соответственно, вот эта характеристика выглядит вот следующим образом. И вот в качестве примера у меня есть двухполюсный автомат ABB, также серии S200 с характеристикой Z на 2 Ампера. С номинальным током 2 Ампера. Тут еще блок контакта к нему сейчас присоединены. Сейчас срабатывание теплового рассыпителя проверять не будем. Сразу перейдем к электромагнитному. Двукратным током. Номинал у него 2 Ампера. При поправочных коэффициентах это составляет 1,965 Ампера. И двукратный ток. Это у нас получается 3,93 Ампера. Поехали. Автомат отключился. Вот еще раз покажу. Характеристика Z 2 Ампера. Кстати, указана кратность. Почему-то 2,5 Ампера, а не 2 Ампера. Так, ток 3,85 Ампера. И время 75 секунд. Ну, давайте сделаем трехкратным током. Сейчас время срабатывания при трехкратном токе должно составлять меньше, чем 0,2 секунды. Трехкратный ток для данного экземпляра составляет, с учетом всех коэффициентов, 5,89. Так, поехали. Оп, сработал. 6,27, 19 миллисекунд. Отлично. Давайте еще разок. Сработал. Ток 6,05, 18 миллисекунд. Можем поменьше чуть-чуть попробовать сделать. 6 Ампер, 18,3. 5,56, 31 миллисекунда. Давайте еще раз. 5,71, 31 миллисекунда. Отлично. По автомату с характеристикой Z, также мы уложились в заданные параметры. Зачем только они здесь дают шестикратный ток, вот этот момент интересен. Когда вот это условие, в принципе, выполняться никогда не будет. Если он при трехкратном срабатывает уже меньше, чем за 0,2 секунды, то зачем они пишут вот это вот сюда, не понимаю. Вот, в принципе, на этом все. Что я хотел вам рассказать про время-токовую характеристику K. И заодно мы рассмотрели, так вкратце, характеристику Z. Надеюсь, что вам было интересно и познавательно. Если есть какие-то вопросы, то обязательно задавайте их в комментариях. Кому понравилось видео, обязательно ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь на канал. Впереди будет много еще всего интересного. Также не забывайте про наш замечательный чат в Телеграме, где мы обсуждаем ежедневно различные интересные вопросы касаемо электротехнической тематики. Также не забывайте про мой инстаграм, потому что там я достаточно часто публикую различные сюжеты, ситуации из своих будней, о которых не снимаю отдельные видео на канале в Ютубе. Ну, в принципе, на этом все. Всем спасибо за внимание. С вами, как всегда, был Дмитрий, автор канала «Заметки Электрика». До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!